Узнаёте? Вот это здание снимаю на iPad. Orange County Choppers. Вот здесь такая корпорация, где основали и выпускают специальные такие вот мотоциклы, одна семейная корпорация. Мы сейчас зайдём вовнутрь, у них большой-большой комплекс здесь вот зданий, и мы зайдём вовнутрь и посмотрим, что там и как. Вот мы съехали с дороги. Это Виталий нас сюда привёз. Это он любитель мотоциклов. Так что пойдёмте смотреть вовнутрь вот этим именно Choppery мотоциклы. Мы зашли вовнутрь. Ой, это что-то! Это такие красивые мотоциклы, вот эти Choppery. Это что-то! Ой, вот они сами... Я не знаю, как зовут этих семью, семью, которые вот эту модель и все придумали и воплотили в жизнь. Вот такие какие-то необычные просто мотоциклы. Это просто какая-то вот, знаете, как сказочные какие-то монстрики, такие монстры. Вот тут у них такой магазин огромный. И выставлены вот эти вот мотоциклы. Сейчас я покажу, какой огромный красивый магазин. Здесь продаются и фирменные футболки, и музыка играет. Я не знаю, вот эта музыка, конечно, она завораживает. А тут показывают, как делают. Они делают эти мотоциклы. Цех у них по производству вот этих мотоциклов. Сейчас я покажу. Дальше пойдем погуляем. Три сына и отец основатели вот этого всего производства. Я сама первый раз сегодня, Виталий, спасибо, ты такое нам интересное показал. Вдруг мы вспомнили, что мы в той стороне, где именно вот находится вот эта вот их корпорация, так скажем. И мы приехали сюда, и столько удовольствия. Вы посмотрите, какие мотоциклы. Фантастика просто. Мне кажется, я вообще не знаю, на них удобно ли вообще сидеть. Потому что сидение, вон, видите где? А руль у черта на куличках. Такая рама огромная. Я не знаю, как вообще можно сидеть на таком монстре. Вон еще такой же монстр. Я не знаю, эти чопоры мотоцикла доходят по стоимости до 150 тысяч долларов. Представляете? Красиво, конечно. А вот, смотрите, какой необычный. Вообще, разглядывать... Вон там люди, видите, гуляют, ходят. Разглядывать это все даже уже интересно. Смотрите, какое колесо, например. Какая-то сладкая такая штучка, ее даже облезать хочется. Вот это же сладкая, сладкая-сладкая штучка. Вообще удивительно просто. Вон туда дальше, вон туда дальше что-то там, бар, кафе, видите? Ой, тут целая индустрия у них в этом здании. Боулинг тут же. Вот эти вот их футболки. Футболки многочисленные. Так, я пошла дальше, к ребятам, к своим. Интересно даже. Я уже с айпэдом хожу, потому что камера моя села. Айпэд, я не знаю, как он будет снимать. Никогда, ну, редко снимаю. Какой-то трактор непонятно какой. Что это такое на гусеницах? Ой, смотрите, какой мотоцикл. Посмотрите, какая красота. Как они все это делают. Конечно, мы не сядем. Ну что, ребятам, разве можно? Так, дальше мы... Я не хочу даже прерываться. Дальше мы с вами пойдем еще дальше посмотрим. У меня будет большой-большой такой вот фильм сразу на эту тему. Вот еще, смотрите. Каждый байк, он как в единственном экземпляре, что ли, я не пойму. Я еще не знаю подробностей. Я потом вам веб-сайт дам их. Вы сами изучите. Вообще, вот это уникальное явление. Вообще, как бы в американской мотоциклетной технике, так скажем. Вот он этот байк, вот про него написан. Вон и придумывали. Но сиди недалеко от руля. Вот это я вообще не понимаю, конечно. Я не понимаю. Так, пойдемте шлемы посмотрим. Тут вот все какие-то запчасти или что-то. Тут же они инспекшн делают. Что-то у них целые мастерские. Вот еще тут, видите, другой совсем мотоцикл. На тоненьких колесиках уже. Вот, а здесь вот их фирменные кепочки. И шлемы всякие мотоциклетные. Так, а сколько стоят вот эти шлемы, например? Я даже не знаю. Какая у них цена. Ой, тяжелые. Я не могу одной рукой даже взять. Не буду даже брать. А то уроню, пожалуй. Тут куртки. В общем, все-все-все, чтобы кататься на мотоциклах. Все для этого есть. И перчатки. Вот, например, такие перчатки. Я не знаю, это их фирменные перчатки. Ай, сейчас я немножко не там показываю. Стоят, стоят, стоят. 35 долларов всего лишь. 35 долларов. Такие клевые перчаточки. 35 долларов. Да, сейчас, сейчас, обязательно. А вот здесь вот стоит в этом углу, в магазине, стоит такой необычный мотоцикл-чоппер, который был сделан этой компанией специально, как бы, вот для, как видите, Department, Fire Department New York. Это в честь пожарных, которые погибли 11 сентября 2001 года. Этот мотоцикл сделали. Продали на аукционе. А вырученные деньги, ну, наверное, стоят очень дорого, я думаю. А они отдали семьям погибших пожарных. Видите, вот тут много-много всяких проблем таких вот. Всяких разных, я не знаю. Даже со всяких стран, со всяких... Сразу и не пойму, со всяких стран, со всяких штатов и полицейских. Полицейские, пожарные. Вот там, видите, вот написано сентября 2001 года. То есть, вот это вот, такой, как бы, очень трогательный такой момент. Вот здесь, видите, шлем пожарных. Это прям, как музейный какой-то тут уголочек получился. Интересно довольно-таки. Вот такое они сделали. Доброе, как говорится, дело. Доброе, доброе дело. Так, а мы дальше пойдемте с вами. Посмотрим стенды вот этот дальше. Еще тут несколько мотоциклов есть на этой же стороне. Видите, вот такие, все они разные. И каждый хорош по себе. Видите, какие тут люди есть. Все банки такие. Татушечка. О, какой-то необычный. Вообще, вообще, странно. У каждого есть свое название. Здесь простой велосипедик. В общем, вот я вам показала. Вот этот вот интересный довольно-таки магазин. Необычный. Каких эмблема. О, о, о. А дальше что у них там? О, си и си, да? Да. Orange County Choppers. Значит, получается о, си, си. О, си, си. Сейчас я вам покажу по телевизору, вот там показывает их отца, как бы их главный основатель всего этого дела. И показывает по телевизору, вот видите, вот их там отец и три сына, и они занимаются, вот их отец бородой, все сами, и они занимаются этим делом, вот так. Вот мы сейчас под впечатлениями, просто под впечатлениями уезжаем от этой, не знаю, как это назвать, корпорации, в которой делают такие сказочные, замечательные, красивые, вкусные, блестящие такие вот чопперы-мотоциклы. Корпорация называется, теперь я знаю, она называется OCC, то есть да, Orange County Chopper. Теперь я буду знатоком этой, ой, не то что знатоком, а под впечатлениями теперь буду долго, потому что мне мотоциклы действительно реально понравились. Я не знаю, удобно ли на них вообще ездить, неудобно ли, не знаю, это уже второй вопрос. А вот зрелищный, это зрелище. Я поражаюсь, как люди с нуля, начиная где-то в гараже однажды, мастерить какой-то мотоцикл, придумали, поплатили в жизнь свой проект. И так много всяких этих мотоциклов, авторских сделали, авторских, не повторяется ни один, они все очень-очень разные. И тематические все, тематические. А мы сейчас уже вечер приближается, и мы немножечко путаясь, немножечко не путаясь, заодно познавая место, новые места, мы едем в сторону дома. Но я люблю путаться, потому что когда путаешься по дороге, оно что-то видишь новенькое, интересное. Вот мы сейчас повернули назад. Вот 87-я. И вы увидите издалека, как расположено как раз их вот это место, где у них находится в одном месте, под одной крышей, и мастерская, и магазин, и какие-то кафешки, и там место для сходок вот этих байкеров. Не доедем, да? А, и мы, к сожалению, сейчас повернем, а они, они вон там впереди слева остались, к сожалению, вон там впереди слева. Не будет видно. Ну ничего, что же делать. Ой, самое мое любимое время наступает вечер. 7 часов вечера, так здорово, кругом. Замечательно, вот мы на перекрестке. Видите, сколько всяких светофоров висит на перекрестке. И всяких знаков, больших провода. А что она нас туда повела, когда можно было вот здесь вот? Вот она нас повела. Очень много здесь людей приезжают сюда. Вот видите, я тут смотрю, тут и машины продаются, и всякие кафешечки. В общем, есть куда сходить в этой местности. А как этот городок называется? А, кто знает. Там, видите, Ниссан продается. Ханбург. Если мы правильно произносим, Ханбург. Я не знаю, как правильно он произносится. А то мы посмотрим в интернете, я сносочку сделаю. Аэропорт, 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 здесь неподалеку, Стюарт называется. Короточек, не знаю, как называется. Интересно, как iPad качество передает нормально. Я думаю, что хорошее будет качество съемки. Вот тут, видите, люди на завалинках сидят и ужинают в этом Longhorn Steakhouse. Видите, американцы, вон сколько машин вокруг. Дома они не кушают. Они вот так приезжают и в ресторанчике питаются. Да? Вот так. Вот сколько я езжу по американским дорогам. И всегда радуюсь. А чему я радуюсь? В то разделительные полосы между тем движением, которое идет навстречу, между нашим движением, очень широкие. Вот эта полоса еще узкая, а есть, которые вообще через кустарник, и не видно, кто там едет навстречу. И при таких дорогах лобовое столкновение просто исключено. Тут надо так постараться, чтобы как-то лоб в лоб столкнуться. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в России были вот такие же дороги. Потому что основная причина столкновений лобовых в том, что, ну, очень узкие дороги. Очень узкие. Полоса разделительная 20 сантиметров. Это нормально? Это ненормально. Посмотрите, какая полоса впереди. Вы видите, целый лес густой. Вот это нормальные дороги, безопасные. Едешь, радуешься и не волнуешься. И даже расслабляешься. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в России строили хорошие дороги, широкие, удобные. Чтобы в таких вот авариях, в столкновениях, не надо водителя особенно штрафовать его, наказывать. Да не водитель виноват. Дороги плохие прежде всего. Ну, может быть, старые какие-то машины, на которых приходится некоторым и водителям автобусов, и каких-то грузовых машин, ездить на старых машинах. Это уже виноват хозяин компании. А вообще, если хорошая дорога, то ехать по ней приятно и безопасно, и людям жить радостно и приятно. Вот такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok